Телеканал КРТ представляет Тарас, Денис, наш модератор, самый важный человек здесь, и Василий, менее важный человек здесь. Ну, нет, шутки, все важны, все равны, у нас здесь, наверное, какой-то социализм, да, да, или нет? Извини, я просто высложно перечитываю Библию, о прощении и т.д. Ну, прощение это нам надо. Прощение, вот я считаю, прощение это наше все. Вот, хотим попросить прощения у Национальной Рады, которая в пятый раз решила нам сделать позаплановую проверку. Потому что, наверняка, мы нехорошие, мы что-то делаем не так. А мы ее обидели, как мы ее обидели? Ну, во-первых, мы обидели ее тем, что... Мы есть? Мы есть. Обидели тем, что мы иногда говорим, наверное, не то, что хотят люди услышать. Какие люди? Люди, которые находятся в определенной позиции в этой стране. Вот, и они не хотят, чтобы мы говорили что-то. Я бы даже сказал, в определенной позе. Нет, в определенной позе находимся мы, а они находятся в определенной позиции. Хорошо. И вот последняя капля, которую мы очень извиняемся перед Национальной Радой, потому что я так понимаю, что, возможно, это как-то особенным образом их зацепило. Да, у нас на телеканале КРТ в прямом эфире обсуждалась не то, что проблематика, а вот реальность. ЛГБТ-реальность. Ну, просто посмотрели под определенным углом на эту, мы не скажем проблему, а на эту действительность. И не всем это понравилось. И нас Рада решила выступить в качестве защитника ЛГБТ. Вот, и получается, претензии к нам какие? За то, что мы поддерживаем парад Победы и не поддерживаем парад ЛГБТ. Ну, в принципе, да, да, это есть очень кратко сказать. Для тех, кто не знает, нас Рада, это такой украинский Кадыров. То есть, периодически нужно перед ним извиняться, потому что, ну, потому что, пятый раз нам прилетает, эй, тить, короче, твой, ну, только в другой форме. Я твой канал шатаю в шайхану. И канал, я твой канал буду, в общем, чистить. И получается, у нас ситуация действительно такая, что мы... Ярошь чистит ружье, а Нас Рада чистит канал. А мы чистим свою речь и избавляемся от какой-то неправильной с точки зрения Нас Рады риторики. На самом деле, как вы знаете, все украинцы, как один, любят гей-парады. Это семейный праздник, все собираются и выходят. Это, ну, для, если сравнить, такой подобрать антоним, это, конечно, 9 мая. Ну, кто на 9 мая, какой нормальный человек выйдет на 9 мая, ну, что это, праздник или что, я не знаю. А вот на гей-парады ходят регулярно, все равны, все равны, так сказать. Да, и мы должны понимать, что... Не обращайте внимания, что, в принципе, гей-парады иногда собирают небольшое количество именно участников. Большое количество потенциальных участников. Большое количество правоохранительных органов, которые особое внимание уделяют этому очень важному, очень государствообразующему параду. Порадуемся параду, который, видимо, скоро будет с большим размахом отмечаться в нашей стране в случае, если, конечно же, канал КРТ прекратит свое вещание. Потому что мы должны напомнить, что вопрос о продлении спутниковой лицензии, он висит в воздухе. Хотя висеть в воздухе он должен был 2 месяца назад. И это зависание НАЦРАДА должна была решить. Но вот пока не решается. И когда же они должны уже точку посадить в этом вопросе? А этого мы не знаем, мы не знаем. Потому что у нас, к сожалению, нету, мы не, наш канал не смог закупить пирамидки Гордона. Поэтому в будущее закупить не надо. Я предлагаю над крышей КРТ повесить такую большую пирамиду. И смотреть в завтрашний день. Как завещал великий современник Цицерон Виталий. Виталий Цицерон. Виталий Цицерон Вич, да. Кстати, о Кличко. У нас есть новости о Кличко. Это хорошо. Все знаете, что он недавно поймал двух... Зайцев? Двух ночных зайцев, которые разукрашивали стены. Вот активно движение на западе Black Lives Matter. Вот черные жизни прям. Можно говорить еще слово черные? Или нацсоветы за это будет выносить? Можно говорить коричневые. Это темные жизни важны. Давай приближенные к коричневому цвету. Давай будем говорить высшая раса в Америке. Да, да, да. Так вот. Многие из них реально будут. Мер Кличко во время прогулки по центру, которую он реконструировал и с пафосом об этом рассказывал, поймал двух парней, которые наносили граффити... Интересные повреждения. На стену одного из домов. Граффити очень интересного содержания. White Live Matters. То есть и прям вот все классно. И White Power, и MicroZiga, и 1488. Не, ну ты не перегибай. Это не перегибай. Да, да, да. Всего лишь двое парней White Live Matters. Так. За которых буквально через несколько часов уже вступился знаменитый Сергей Бондарь, который возглавляет Голосеевское отделение муниципальной стражи. Знаешь, как он вступился? Он тут такой позвонил и сказал. Это Бондарь. Сергей Бондарь. Агент 0000. Агент... Да. Вот Сергей Бондарь пишет. Виталий Кричко, сегодня ночью вы поймали двух моих друзей, которые зарисовывали наркоманские граффити. Они занимаются этим постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи. Ок. Обоих знаю много лет, с лучшей стороны. Один прошел войну, ему удалось от вас уйти. Другой синица Ярослав, раненый на Майдане. Ему тетушки разнесли пол головы, поэтому даже не пытался от вас бежать. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию под другим ракурсом. Ну, собственно, муниципальная стража, которая то зарезали цыган, то сожгли чей-то там палаточный городок. Я хочу вот уточнить для себя, то есть ты сказал, у которого пол головы, и он не успел, не смог от вас убежать. Это как-то связано с передвижением? Он как-то... Такой а-ля Колобок 2020. У меня другой вопрос. Получается, по сведению господина Бондаря, значит, там была реклама телеграм-каналов, где можно купить. А при чем здесь надпись White Loves Matter? Может быть, если по ним писали, там, Украина без наркотиков. Я уже представляю кавер группы Металлики. Я думаю, что только черные торгуют. White Loves Matter. Они не только расисты, но еще, скорее всего, и стереотипно-мыслящие люди, потому что, если они закрасили рекламу наркоты и подписали White Loves Matter, потому что они думают, что все черные обязательно драг-дилеры. Они пересмотрели фильм. Глядя, что они как Стерненко просто крышуют наркоманов. И в связи с этим это был чужой телеграм-канал «Чужие наркоторговцы». Денис, если не знаешь, Стерненко уже мил-давно опровергла информацию. Общественный активист, патреон. Он просто хороший человек. А все, что говорит Сергей Стерненко, это правда. Главное, с товарищем Стерненко не позволить ему защищать себя. Потому что это очень плохо заканчивается. Просто если его встретишь, он будет начать. Он как начнет самооборону. Он как начнет себе руку резать на глазах, да. Ну, ладно, это черный юмор, давайте его... Кстати, это черный юмор. Это белый юмор, давайте. Это белый юмор. Да, уходим от черного, переходим. Уходим от черного. Давай другую тему. Хорошие новости. Напротив здания Рады обвалился асфальт. Вот здесь вот такой прям огромный. Я же вначале подумал, что ну наконец-то, черти забирают чертей. Нет, просто канализация там что-то подмыла. В общем, все оказалось скучно. Нет, не черти, а канализация забирают. Рад пытается разверзнуться и забрать этих ребят туда, к себе, наконец-то. Это, я считаю, что... Денис сегодня у нас особенно добрый столерий. Это коммунистический ад. Ребята, это коммунистический ад. Он пытается вырваться через наимку, через землю нашу родную. Он то вырывается возле, понимаешь, Либицкой. Симоненко, Мерседесе, выезжает. Извините. Возле Оушен Плазы уже несколько раз просто этот коммунистический ад вырывался. Но мы, слава богу, проводим определенную декоммунизацию. Несколько дней назад, я так понимаю, ТЭС-5 немножко декоммунизировалось. И были определенные сложности с электричеством в центре Киева. И все-таки трубы горят, как говорится. Понастроили проклятые коммуняки. Если бы все было, как Шевченко заповедал. Хата, джмели над вишнями гудуть, туалет в 20 метрах от хаты, и выкопана такая ямка с забором обнесена. Ниякие канализации, ничего об нам не было страшного. Где-то начинает скрипеть ручка нацрады, записывать тайминг этой передачи. Это удобно, наверное, так описывать Украину, чисто сельскую, при этом жить в Питере. И ходить по хорошим улицам, общаться с прекрасными дамами. Я только сейчас понял, что ты Шевченко. Ну, это хорошо. Да. Я просто думаю, что... А твои тезки, между прочим. Ты тоже любишь? Питер, да? А вот, Питер. Так вот, нас рады. На самом деле, я более чем уверен, что никто никого не хотел оскорблять. Более того, я видел этот эфир, и я видел, что представители ЛГБТ выходили по скайпу и имели возможность высказать свою точку зрения. Правда, после того, как... Свою ЛГБТшную точку зрения. Да, но когда они слышали другую точку зрения, у них моментально нажимался палец на отсоединиться, и они уходили. Ну, то есть... Кстати, одна из претензий... У них, кстати, очень хорошо отсоединился еще палец на программе Дуэль, когда они пришли. Им предоставил телеканал КРТ-площадку. Пожалуйста, господа геи, вот, пожалуйста, говорите вашу... Почему ты смотришь на меня? Не знаю, ты уж не обижаешься. И вот данные товарищи, данные товарищи, они воспользовались тем, чтобы в первые пять минут высказать свои гейские лозунги и убежать. То есть, это, честно говоря, как-то было не по-мужицки, но, честно говоря, я думаю, их это не особо и затрагивает. Это как-то не по-мужицки. Два билета в Содом. Два билета в Содом, пожалуйста. Ладно, все, давайте это не будем. Да, не будем говорить. Какое-то еще скажут, гамма-поба. Кстати, я только одно скажу, я не хочу как-то сакрализировать наш канал, конечно же, но помимо нашего канала их оскорбила Библия. Дело в том, что священник, который присутствовал, небезызвестный, Александр Клименко, он прочитывал Библию и сказал, что для Бога это есть мерзость. Это цитата. Ну, как бы, который... Мне прям, как Робинский панц, о таком, это мерзость. Их это оскорбило тоже. Ну, то есть, ребят, если вас уже Библия оскорбляет, ну, что сказать. Вы похожи на Содом. А, это же есть. Все, продолжаем. Так, продолжаем. Петр Алексеевич Порошенко. Так. Поразительный человек. Поражает он тем, что в Украине объявляют перемирие. Его сторонники сразу же, сторонники Порошенко вспыхивают и говорят о том, что вот, зрада Зеленский сдаёт интересы Украины. Порошенко пакует чемодан и за 15 тысяч долларов улетает отдыхать в Турцию. Ну, слушай, 15 тысяч долларов, это как бы не проблема. 15 тысяч долларов за чартер в одну сторону. Это мерзость. Это мерзость. Это реально мерзость. Это мерзость. Это мерзость. Да, и вот этот парень Петр Алексеевич, я имею в виду, бывший наш президент, он замечателен тем, что во время любого шухера он понимает, когда меняется ветер и когда надо что-то делать, когда надо уехать, когда надо приехать. Он ловит ветер и понимает, что сейчас надо на лодочку. На парусную лодочку. На лодочку, да? Смотрите, какая у него была на Сейшелах лодочка. Парусов не видать. Словочи украли паруса. Да. Я просто хотел, вы же помните, человек, который хочет получить жвание героя Украины, Давид Жвания, вот, он вот недавно заявил, что Порошенко на самом деле поехал туда, в Турцию, для того, чтобы какой-то заговор там плести. Я считаю, что это неправда. Я считаю, что на бананчике покататься. Вот. Человек, который выезжал по поддельным документам из Украины под именем мистер Петро Инкогнито, не может совершать никакие заговоры, не плести интриги, ничего. Кстати, о бананчиках мы еще раз просим прощения и, простите, я должен по рекламе, по рекламе должен 500 раз сегодня сказать извините, извините. А кто скажет «Джесуик АРТ»? Кто выйдет на улицу и скажет «Джесуик АРТ»? Зрители, вы выйдете, вы вступитесь за нас. Я думаю, Гордон, но если ему только об этом расскажут, жена. Как если вы видели интервью. Да, потому что сайт Гордон и Гордон это два разных. Да, он сказал, что… Дмитрий, я вас не слышал, потому что я, говорит, ну, я не веду сайт Гордон, этим занимается Бацмана, как вы знаете, это его жена. Наверное, не общается просто. Простите. Простите. Еще осталось 200 раз сказать простите. И мы продолжим. Итак, значит, я правильно понимаю, что он призвал людей выхода на Майдан, да, сказать о том, что никакого перемирия, перемирие – это зло. Как там у Орвала, да? Война – это мир. Война – это мир. Война – это мир, это война. А, да, ты молодец, ты учишься, способный. Да, я читаю, я хочу рано или поздно до Рассида Дениса и тоже читать новости, вот, но, действительно, получается, что он призывает, а сам не идет. То есть, ты назначаешь стрелку, на нее не приходишь. Ну, как говорил один из, как говорит один из лоббистов предоставления Томаса в Украине, не по понятиям. Ну, нарик. Это можно вводить просто, как в духовные скрепы новой церкви. Так вот, и что? Понимаешь, вот это есть его скромный катер. Ты затронул очень интересную тему. Я всегда трубал. Потому что, да, Порошенко, действительно, похоже, создал секту людей, которые уверены в его непогрешимости, которые всегда найдут способ, как его обелить, как очернить его оппонентов и сказать, что вы погани, мы вас не підтримуем, а це зрада. Ну, хорошо, ну, на самом деле, это делать очень просто, потому что это, действительно, как заявлял, если не ошибаюсь, кажется, Портнов когда-то даже предлагал канонизировать Порошенко, это еще лет 10 назад, потому что, если верить Порошенко, то он абсолютно безгрешен, и он предлагал канонизировать, потому что, и, а там, где канонизация, реально нужно, чтобы было чудо совершено, и он, когда посмотрел декларацию, он говорит, ну, это чудо, ну, то есть, он, на самом деле, я не знаю, почему Петр Алексеевич так не любит Портнова, на самом деле, Портнов хотел канонизировать. Но, кстати, на этот раз Петр Алексеевич внес в декларацию все расходы, вот, потратил практически миллион двести гривен, и сразу же, в тот же день, все внес, поэтому... Ну, это только пейки, а, молодец. Верковидально, людина. И доказательством этим является то, что, когда он уезжал, являячась мистером инкогнито, мы так это называем, то никаких претензий, никаких претензий со стороны, скажем, каратиных органов не было. Каратиных органов не было, нарушил только таможенник. Я считаю, что нацарада и, простите, извините, и представители ЛГБТ должны давно уже подать на Петра Алексеевича в суд, потому что он пропагандирует семейные ценности. Ну, представьте себе, потому что, ну, представьте, уже не первый раз человек замечен, что он тратит огромные бабки, при том, что он миллиардер, и едет куда-то постоянно с семьей, и где-то отдыхать. Потому что, если он отпустит своего сыночка-балбеса самостоятельно, а сыночек вылезет на сцену в Лондоне, будет обниматься с российским артистом, и говорит... Слава России! Путин при ней, в виде войска! Ну, хорошо, ну, можно... А зачем жену брать, как писал Чехов? И когда ты летишь на Мальдивы... Это не Чехова писала, я сейчас подведу к цитаре Чехова. Вот, я еще не только Орвала, но еще и Чехова. Я только за неделю. Вот. И, как писал Чехов, собираясь куда-то... Куда-то он, короче, брал какой-то север России. Зачем брать с собой жену, все равно, чтобы брать с собой самовар. Ну, там, то есть, милость в виду, что там и так хватает самоваров. Да, там, в тулу со своим самоваром. Зачем лететь на Мальдивы и брать свою Порошенко-Марину, в смысле, имеется в виду. Ну, то есть, я считаю... А если у нее семейная касса? Петя хочет отдохнуть, а день их. Ты думаешь, все настолько... Ты ее видел? Ну, ладно, я не буду говорить о ее способностях. Ну, в любом случае, мы, во-первых, приносим перед всеми извинения. Кого обидели, не хотели вообще. И перед сыном Порошенко. Хочешь кричать слава России, так далее? Кричи. Хочешь коллекционировать букеты роз, гвоздик и прочих в организме. Не важно, как хочешь. Это не наше дело, абсолютно. Конечно, абсолютно не важно. И дальше продолжать... И Фарон вот такой вот певец, на самом деле. Да. Ну, фейс. Ну, не важно. И, кстати, тоже Пелопитери. Ну, давайте уже с этой теплой темы слезем. С теплой темы на суровая армейская тема. Укроборонпром. Предприятие, которое долгие годы распродавало украинскую армию и за счет этого держалось. Абрамовичус на выход. Почему директор Укроборонпрома может покинуть пост и кто придет ему на смену? Слушайте, это вообще какая-то нетолерантность происходит. Подождите. Мирча Луческу. Так. Зашел, вышел. Так. Да? Из Динамо. Да. Теперь он не главный тренер. Абрамовичус. Зашел, вышел. Зашел, вышел. Вот прям Винни-Пух. Вот этот шарик входит, выходит. Но шарик лопнутый. Изначально. Дырявый. В горшочек дырявый шарик. Пожалуйста, не повторяйте это так часто, потому что иначе кое-кто может убедиться. Игорь Коломойский назвал министра экономики Украины Айвареса Абрамовичуса некомпетентной обезьяной. Такое заявление элигарх сделал на заседании наблюдательного совета Укрнафта. Крупнейшей нефтегазовой добывающей компании в стране. Господин Абрамовичус решил, что занимать место гендиректора Укроборонпрома это слишком сложно. Ответственность, что-то нужно подписывать. Какой-то язык, какие-то люди, принимать какие-то решения. И он говорит, ребята, я не буду гендиректором, пусть гендиректор будет на год-полтора отдохнуть, а потом вы меня позовете на другую должность. Отдохнуть в наблюдательный совет. Как Сергей Лещенко. Просто переходишь в НАП-совет, получаешь те же деньги, ни за что не отвечаешь, ничего не делаешь. Вот наблюдательный совет, это вот что такое? Я вообще не понимаю, наблюдательный совет. Они что, берут, офис снимают где-то на здании, которое находится через дорогу, и, наверное, струбой подзорной. И наблюдать, что же там происходит? Нацовет, нацовет, это как бы, это ответ на... Я вообще последний вопрос, когда слышу, у меня начинают просто типать. Понадусы. Значит, мне кажется, нацовет, нацовет, это как ответ на главный вопрос программы, кто за нам истежит. Смотрите программу «Кто за нам истежит» на телеканале КРТ. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте наши видео на ютюбе. Телеканал КРТ представляет. Танкер Делфи, Одесса. Ужасная ситуация, когда уже практически год, вот с ноября прошлого года, лежит небольшое судно, там, 1600 тонн чистой массы металла, лежит под Одессой на пляже, лето, нефтепродукты, пляжи закрыты. Что происходит? Оказывается, не могли долго найти собственника, судно оказалось с поддельными документами, моряков оттуда там мариновали, не отпускали им. Тросики почему рвались? Документы поддельные. Вот были бы документы настоящие, трос бы выдержал и утянул. Но самое страшное, что вот одесский журналист Юра Ткачев пишет о том, что в Украине практически не осталось специалистов, которые бы были способны поднять даже такое простое, вот небольшое судно и выполнить несложные, в принципе, операции. Для этого нужно было бы там либо откачать воду, либо использовать другие тросы, либо не повторять. Куда откачать воду? Нет, из судна. Либо не повторять несколько раз одни и те же операции. Вот что делает собственник? Крепит тросы, пытается стянуть смелей. Первый раз попробовал, не получилось. Хм, не получилось. Надо повторить. Прикрепил, потянул, лопнули тросы. Что ты будешь делать? Не получилось. Давай в третий раз будем так делать. Потому что Бог любит троицу. Дотянули до того, что... Мы помним, отчаянин говорил, что если делать одно и то же самое действие, которое ничему не приводит, то есть и заведомо известно, что оно ничему не приведет, то, скорее всего, это действие совершает идиот. А, вот. Но... Мерчалу Ческу отмечает 75-летие. При этом, что интересно, его поздравили оба клуба. И Динамо, и Шахтер. Шахтер пожелал ему хороших друзей, хорошего окружения вокруг. Динамо пожелало взаимопонимания внутреннего коллектива, потому что ультрас, ну никак вообще отказываются его принимать. Не хотят ничего с ним общего иметь. Кричат только какие-то матерные кричалки. И он еще не ушел. Он вчера уехал со стадиона в одной из множеств машин. Вот это вот я и называю. А что произошло, непонятно. Сила румынского языка. Потому что они ему кричат, а он ничего не понимает. И это позволяет ему оставаться человеком. А может быть, его на самом деле поздравляли действительно по-другому. Но ему просто перевели так, как бы, более цензурной формой. Пускай у вас будет взаимопонимание. Да, да, да. Сказали пару ласковых словечек. Я не могу понять главную претензию. Ну, то есть, я понимаю, что это тренер, который Шахтер достаточно поднимал. Ну, поднимал. Шахтер, кажется, что ты выиграл. Шахтер поднимал и за счет того, что опускал Динамо немножко. А теперь он же может поднимать Динамо, опуская Шахтер. Ну, как, ну, или просто поднимать Динамо. Если он показал какие-то... В чем главная претензия? Если ты, значит, имел отношения к Шахтеру, ты зашипай. Наверное, наверное, среди... А как же сборная Украины, которая выходит и с представителями Шахтера, и с представителями Динамо, сейчас фоном должен быть, блин, и все разумы, он идуть до перемоги. Вы смотрели фильм? Смотрели. Это была последняя актуальная новость? Нет, у нас есть еще хорошие новости. Так. В госпецсвязи обвинили старый генератор. Генератор в сбоях сайта Офиса Президента. Первая моя мысль была при слове старый генератор в сбоях сайта Офиса Президента, поскольку я немножко разбираюсь в сайтах и генераторах. Я подумал, что просто Офис Президента использует бредогенератор для написания всех материалов для сайта Офиса Президента. Так. Есть некий бредогенератор. Вот, например, запускаем, пишем количество 4 абзаца и, пожалуйста, равным образом начало повседневной работы по формированию позиции представляет собой интересный эксперимент проверки систем массового участия. В принципе, похоже на официальное заявление Офиса Президента. Ну и думаю, а почему нет? Президент поменялся, риторика осталась. Вот как раньше писали, так и сейчас пишут. Одни плохие, другие хорошие. Ну вот ты написал, правда, вот в этой вкладочке 4, а у них другие цифры. Другие. 14,88, похоже. Ну давай, веди, веди, да. Нет, не позволяет. Давай так и сочетать 14, а потом 88. Мы с вами идти на первое предложение. Пожалуйста, вот вам 14. Разнообразный, богатый опыт реализации намеченных плановых заданий. В значительной степени обуславливает создание соответствующих условий активизации. А теперь 88. Активисты. А в 88 как бы. Равным образом укрепление и развитие структуры требует от нас анализа соответствующих условий активизации. Да, активизации по минскому направлению, например. Активизации еще по нему почему-нибудь. Осуждаем, то все, вот все, все правильно. Но на деле все оказалось проще. Якобы сайт офиса президента сбоил, потому что генератор 15-летний, это очень-очень старый, прям вот очень-очень старый. Вовремя не проверяли и не обновляли. Драйвера не устанавливали, там обновление не ставили. Даже мне компьютер иногда пишет, там требуется обновление. А генератор не пишет, вот и им не писал. Нет, генератор может быть и писал, но не понимаешь, что он не хочет. Потому что у него просто, он умеет, в отличие от них, формулировать свою позицию. Этот прекрасный, прекрасный, прекрасный мужчина с оголенным торсом и необразумным, и необычаемым волосом, необычаемым. И двумя законченными депутатскими мандатами Святослав Вакарчук. Я пиду в далекие горы и... Высокие полоныны. Вот именно так поступил Слава Вакарчук. Он сложил мандат. Слава Богу, Слава Вакарчук сложил мандат, вещи и ушел в горы. Ушел в горы, ходит, вот покорил Гаверлу, поднялся на Пип Иван, драгобрат. Человек ходит по стэшкам с фильму «Ти незабутых предки», общается с овцами. В принципе, в парламенте он также общался. И вот выглядит здоровым, веселым. Даже его подписчики пишут хорошие комментарии. Слава, вы так прям преобразились. Самая первая фотография, она мне как-то больше всего... Вот это вот... Красиво смотрится на камне. У меня просто почему-то фильм такой вспоминается. Горбатая гора. Моя прелесть. Вот, да-да-да, вот... Кто украл мою прелесть? А вот сзади, если вы обратите внимание, как раз вырубленные леса. Вот, и он задает вопрос. Где моя прелесть? Кто ее в виде кругляка вывез в Польшу? И почему моя партия голосовала за этот законопроект? Что? Как это произошло? Как это связано вообще? Партия голос. Вот. Ну, мы можем только порадоваться, порадоваться за Святослава Корчука, что... Простите, я бы подписал. Мне нужна твоя одежда и лес. Фотография после. Мне нужна твоя одежда и лес. Ну, что ж, хорошо, что у человека все хорошо, отдыхает, набирается сил и думает над тем, как... Единственная просьба, чтобы он не набрался так сил, чтобы на следующих выборах его не занесло опять шальным ветром в Верховную Раду. Да, да, или в кабинет кому-либо, кто скажет, Слава, есть шикарная идея, а давай... И он скажет, давай. А я хоть немного альбом. Нет. Ну, доброе. Все, и понесло. Почему твой голос? Что ж, друзья, будьте такими же веселыми, жизнерадостными, загоревшими, атлетически сложенными, без грамма лишнего жира. Атлетически сложными, человечески простыми. И понятными для нас рады, чтобы к вам не возникали вопросы, не возникало никаких вопросов, претензий. Последнее обращение к украинскому, которое... Три, четыре. Извините. Нет? Нет, так, так. Три, четыре. Извините. Те. Думайте, извините. Лгб... Те. Лгб-те. Ладно, извините. Парам-парам-пам. Дорогие друзья, на сегодня наша программа завершается. Это был подкаст на телеканале КРТ. Ждем вас через неделю. Если вы не успели посмотреть полностью выпуск, то обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Заходите туда, и там вы сможете пересмотреть этот выпуск. Когда будете пересматривать, пишите хорошие отзывы. Ставьте лайк и высылайте ссылочку своим друзьям. Если ваши соседи жалуются на то, что вы смотрите наш канал, смотрите его в наушниках. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok